Нам запретили доступ к обслуживанию канализационно-насосной станции, которая собирает все стоки от жилых фондов, от дошкольных учреждений, от школ, от муниципальных учреждений. И все вот эти канализационные стоки собираются и перекачиваются дальше в Москву, там на Чесные, там куда-то. Это КНС находится в собственности ЗАО совхоза имени Ленина, земля под ней находится в собственности ЗАО совхоза имени Ленина, а вся территория, которая облегает со всех сторон КНС, находится в собственности ИП Макаренков. 17 числа нам запретили доступ к обслуживанию данной КНС, мотивируя тем, что из-за того, что им отключили электроэнергию, из-за того, что у них нет договоров на электроснабжение, они нам запретили доступ к обслуживанию КНС. Обслуживание КНС у нас производилось ежедневно, то есть приезжали люди в мои службы, проходили оборудование, чистили необходимое оборудование, проверяли автоматику, СМС-оповещение, делали технологические процессы, которые обеспечивают безопасную работу данного КНС. 17 числа мы не имеем доступа обслуживать данное КНС. Чем это чревато? Чревато, последствия могут быть вообще очень плохие. Это заполнение самого здания КНС, выход фекальных сточных вод на территорию. По методу канав это все попадет в пруд Терцовегас, дальше в реку Язвинка, ну и системы каналов этой реки Язвинка, это все попадет в верхние, нижние, царицинские пруды, ну а там, по-моему, даже и в Борисовские пруды может это все дело попасть. Это такая катастрофа будет, что с такими погодными условиями, возможно, тем более это фекальная канализация, развитие болезнетворных микроорганизмов, ну не знаю, там очень много факторов может возникнуть. И тем самым, как бы, чрезвычайная ситуация не только в сельском поселении, это загрязнение водоемов, ну, реки Язвинка, прудов и тому подобное, ну и ближайших районов Москвы. Для неразвития дальнейшей чрезвычайной ситуации, да, мы будем вынуждены прекратить подачу водоснабжения, чтобы не усугублять и так уже сложившуюся ситуацию, когда это выйдет все за территорию самого здания КНС. А мы написали письмо в МЧС в предупреждении, что в связи с тем, что нам не допускают для обслуживания, что возможно возникновение чрезвычайной ситуации, описали ситуацию, что куда может попасть, что это также Москва может пострадать. Но на данный момент вчера тоже приезжала полиция, опять составили объяснение, пришли представители, значит, ТП Макаренков, был сам Дмитрий Юрьевич, приходил Грудинин Артем Палович, были еще лица, ЧОП, несколько машин было, блокировали нам, опять же, не разрешили доступ. Полиция тоже говорит, это все правовые поля, то есть это все через суд. Я говорю, если мы сейчас будем, а я говорю, вы для чего тогда приехали? Ну, обеспечивать порядок безопасности. То есть, я говорю, если мы сейчас будем идти на свою территорию, и нас будут там бить или еще там что-то делать, тогда вы только вмешаетесь. Да, тогда мы только тогда имеем право вмешаться. Но, говорит, незаконное проникновение на чужую территорию, да, это тоже является нарушением. Очень плохая ситуация в том плане, что действительно жители всего сельского поселения, и дети, и пенсионеры, инвалиды, все стали заложниками этой ситуации. Потому что, ну, хорошо, но, может быть, из-за того, что из-за своевременного обслуживания, из-за своевременного проведения профилактических работ, мы неделю отработали без ЧАЭС. Хотя я вокруг периодически прохожу, смотрю за состоянием, что ничего не вытекает, ничто нет, там у них появились дополнительные посты охраны, то есть подпирают двери, опломбировали двери наших КНС, то есть непосредственно на самой КНС-ке мы установлены видеокамеры, я не знаю, которые направлены на двери, значит, входов наших КНС. Из-за того, что, ну, как бы, все в свое время правильно и грамотно делалось, пока данная ситуация не развел. Но это может произойти в любой момент, потому что оборудование, тем более оборудование работает в агрессивных средах, канализация это такая среда, что и металл, и нержавейку, все это, если вовремя не провести регламентные работы, то последствия могут быть удручающими. И я пытался, и разговаривал и с Дмитрием Юрьевичем, и с Артем Павловичем Грудининым, на что было сказано, нам все плевать. Продолжение следует...